Современные аспекты обучения. Слово экспертам. Ответы на вопросы от участников. Продолжаем дискуссию в прямом эфире. Коллеги, нам разрешают организаторы немножечко задержаться, поэтому если вы хотите точно услышать свой вопрос, то прошу вас дослушать нас до конца, а мы переходим к вопросам. Коллеги, я буду задавать вопросы. Конечно, большая часть к Александру Владимировичу, но уже есть вопросы и по цифровым продуктам. Здравствуйте. Должен ли сотрудник, являющийся ответственным за обеспечение пожарной безопасности и проводящий противопожарный инструктаж, то есть это как будто бы две категории, учиться два раза по двум программам или достаточно одной, тогда какой? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, конечно, нужно для начала понимать, а в какой организации работает этот сотрудник. Опять же, приложение номер один приказа 806 говорит о том, что если этот работник работает, ну, вот если простым языком, в самой обычной организации, то есть эта организация не относится к объектам с массовым пребыванием людей, эта организация не относится к объектам с пожаровзрывоопасными производствами, то такой ответственный товарищ, который проводит только инструктажи, он должен пройти одно обучение по четвертой, скажем так, программе, то есть которая адресована как раз лицам, проводящим инструктажи в организации. Следовательно, давайте переиначим этот вопрос и посмотрим на проблему с другой стороны. Еще раз напомню, если этот человек, который проводит инструктажи в этой организации, но эта организация относится к объектам с массовым пребыванием людей, либо она относится к объектам с пожароопасными производствами, получается, такой работник должен пройти как минимум обучение по двум программам. Вот я понимаю, что это, наверное, не совсем, наверное, правильно, но в настоящий момент, мы говорим с вами про переходный период, он нужен абсолютно всеми пожарному надзору, поэтому, дабы никаких проблем не возникало при проверках, в настоящий момент, вот именно в настоящий момент, я рекомендую такому лицу пройти обучение по двум программам. Опять же, если, говорю, этот объект, где работает человек, попадает либо с массовым пребыванием людей, либо пожароопасно. Если объект не попадает в такую категорию, то 1 четвертая программа и будет замечательно. Ну и, конечно, тут есть, опять же, нюанс, этот человек может оказаться еще и руководителем, тогда тут уже чуть ли не 3 программы может получиться. Да, не очень, конечно, пока это правильно, но поживем-увидим, надеюсь, с течением времени, надеюсь, недолго осталось ждать, все, как говорится, встанет из свои места и все будет адекватно, как раньше, как было при ПТМ, да, когда человек пришел, обучился и все. Ну, конечно, могут же появиться какие-то разъяснения, могут изменения быть внесены. У нас же, как вы правильно сказали, 1 сентября и 1 марта ежегодно изменения вносятся, и в эти документы тоже могут быть внесены изменения. Ждем изменения, надеюсь, все-таки с течением короткого времени все-таки все нормализуется, мы адаптируемся абсолютно все, да, и все будет замечательно. Следующий вопрос. Может ли специалист с высшим образованием по направлению подготовки техносферной безопасности согласно диплому проводить противопожарные инструктажи, либо необходимо, чтобы в дипломе обязательно был прописан профиль пожарной безопасности? Значит, на самом деле, информация на эту тему была у нас на слайде. Это приложение номер 2 806 приказа. Там четко сказано, что специалист, который проводит инструктажи, он может иметь либо обучение, то есть высшее пожарное образование по профилю пожарной безопасности, или техносферная безопасность. Там четко прямо прописано. Насколько я знаю, направление подготовки техносферной безопасности, на мой взгляд, абсолютно достаточно вот этой квалификации, этих компетенций для того, чтобы грамотно проводить инструктажи. Я не вижу никаких проблем, чтобы этого человека, ну, то есть дополнительно еще направить на обучение по программе повышения квалификации. Абсолютно. Вернее, наоборот, извините. То есть проходить такому человеку, имеющему образование по техносферной безопасности, обучать его по переподготовке, я смысла не вижу. Он, как вариант, может обучиться только по повышению квалификации и дальше прекрасно проводить инструктажи и вообще заниматься обеспечением пожарной безопасности в организации. Я видела диплом техносферная безопасность, направление промышленной экологии. Вот если вот тут уже, видите, пошли нюансы, да, безусловно. Промышленная экология, ну, тогда нужно все-таки смотреть приложение к этому диплому. Это приложение – это лист с оценками, проще говоря, и смотреть, какие дисциплины изучал такой человек. Если там есть какие-то дисциплины по пожарной безопасности, и все-таки можно посмотреть, сличить с теми, хотя бы модулями, ну, или лучше темами в той или иной программе, ну, какой-то такой вот легкий первичный вывод о том, то есть обладает компетенцией человек для обеспечения безопасности на рабочем месте или нет. Если руководитель, либо учебный центр приходит к выводу, что высшее образование пожарное у него есть, но он, извините, изучал не те вопросы, которые бы нам надо, да, ну, тогда все-таки сперва профессиональная переподготовка, ну, а потом, как я сказал, если есть потребность еще когда-нибудь повышения квалификации. Это все надо смотреть сугубо индивидуально. Ну, на самом деле вопросов очень много, потому что вот опять вопрос. Кого мы обучаем по программе профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, а кого по программе повышения квалификации? Емкий вопрос, несмотря на лаконичность формулировки, ответ будет весьма сложным. Но я попробую тоже лаконично, дабы ответить на все вопросы. Еще раз напомню, уважаемые слушатели, Если до 1 марта 2022 года ваш работник, который так или иначе собирается, или вы его хотите направить на обучение, так вот если такой работник до 1 марта 2022 года ни разу не проходил обучение по курсу ПТМ, то есть по 645 приказу, то получается сперва он должен пройти обучение по программе профессиональной переподготовки, и только потом, если будет потребность у руководителя, то есть руководитель скажет, нет, этого мало, давай вот через год еще на повышение квалификации, тогда будет так. Если работник до 1 марта раньше обучался в любом учебном центре курсу ПТМ, то он на переподготовку не попадает, он попадает исключительно на программы повышения квалификации. То есть ему проще, ему удобнее, он подготовлен, поэтому мы его, так сказать, в легкой форме дополнительно обучим. То есть получается, вот как раз следующий вопрос задала Бруховецкая Алина Олеговна, можно ли проводить противопожарные инструктажи с действующим ПТМ? То есть получается, не проходя, не дополнительно вообще... Да, все, я понял вопрос, не сразу я прихватил. На самом деле, вот давайте опять же попробую объяснить на примере. Допустим, некоторый работник прошел обучение по программе ПТМ по отмененному приказу 645. Это обучение, такой работник прошел, ну, к примеру, 1 февраля 2022 года. По 645 приказу была периодичность, то есть обучение по программе ПТМ, как я сказал, мы должны были проходить раз в три года. Следовательно, вот это удостоверение по ПТМ, которое человек получил 1 февраля 2022 года, действует до 1 февраля 2025 года. Следовательно, все то, что происходит вот на этом трехгодовом отрезке, абсолютно легитимно, нормально, и те обязанности, которые руководитель организации возложил на этого человека, он спокойно может выполнять. То есть читать инструктажи, проводить какие-то проверки и, в общем, обеспечивать, в принципе, пожарную безопасность на этом объекте. Все абсолютно нормально, никаких проблем юридических я не вижу. Также от Алины Олеговны вопрос. На какой срок действует диплом о профессиональной переподготовке и удостоверении о повышении квалификации по пожарной безопасности? Наверное, начну я. Да. Как и другие документы об образовании, эти документы бессрочные, то есть диплом вы получаете один раз и фактически на всю жизнь. Повышение квалификации, оно тоже является бессрочным, но вот у Александра Владимировича есть мнение насчет того, что все-таки периодичность повышения квалификации, она нужна, потому что законодательство меняется, и если я правильно поняла вас, то эту периодичность руководитель организации для своих работников должен установить в локальном нормативном акте. По сути, обязан он это сделать, без этого никуда. Но такой вопрос мы разбирали, действительно, вот тут главное не ошибиться, да, то есть можно, вот современная норма, как я сказал, она стала лояльнее, мягче, действительно. Поэтому, если я, условно говоря, 2 марта 2022 года обучился, а приказы действуют вот эти новые 6 лет, 6 лет, как говорится, я могу, ну, голова не болит, деньги не трачу, все прекрасно. Но поверьте, это обучение для пожарного инспектора. Порадовать его, что я молодец, я нормы выполнил, отстаньте от меня. Если все-таки цель обучения, которая в организации, да, вот преследуется, это действительно высокий уровень компетентности такого работника в обеспечении пожарной безопасности, то обучаться нужно все-таки почаще. Я все-таки от себя рекомендовал оставить периодичность старую хотя бы раз в 3 года, ну, хотя бы раз в 3 года. Часто тоже перебор, но раз в 3 года, вот как показала практика многолетняя с ПТМом, действительно, люди, приходя спустя 3 года к нам же, да, ну, они много действительно забывают. Да и за 3 года в наше время тоже меняется, ой-ой-ой, как меняется. Поэтому лучше почаще. Ранее обучали электрогазосварщиков в учебном комбинате. Как быть сейчас? Все очень просто. Обучать газосварщиков согласно действующим документам не нужно. Как гласят разъяснения МЧС России, сварщики проходят кучу другого обучения по охране труда, электробезопасности, и вопросы обеспечения пожарной безопасности они изучают просто на других курсах. Поэтому отдельно учить их, извините, по пожарной безопасности сейчас не нужно. То есть достаточно инструктажей? Да, инструктаж, целевой инструктаж. Ну, на самом деле, не совсем целевой, потому что, если это сварщики сторонние, вы приглашаете, опять же, по договорам, например, ГПХ, сварщиков к себе в организации, я абсолютно не сомневаюсь, что нужно прочитать, во-первых, вводный инструктаж на пороге, да, им объяснить, куда они попали. Потом их сопроводить непосредственно в то место, где они будут проводить какие-то сварочные работы, и там на месте рассказать им еще раз, как сварочные работы проводить. Это, конечно, немножко, ну, что ли, дико, да, сварщику рассказать, как проводить сварочные работы. Но документы этого требуют, поэтому делать это нужно. Лишним не будет точно. Коллеги, не буду имя называть того, кто задает вопрос. Как проводить инструктаж с учетом практических тренировок? Требуется ли заключение договора с полигоном, или достаточно прописать тренировка, проведена в скобочках условно? Нет, ну, условно ничего писать не нужно, потому что в другом месте тоже может получиться условно. На самом деле, вот, опять же, все сложно и просто одновременно. Да, практические занятия, тренировки после инструктажа или во время инструктажа нужны, но в норме не сказано, как это нужно сделать. Вот постоянно на обучении, на всех при записи наших курсов всегда говорю, ведь тренировку можно провести, будем говорить, имитационно. Что значит имитационно? Это не условно, а все-таки имитационно. Вот дело в том, что когда, допустим, я провожу инструктаж, я вынужден на стол перед слушателями поставить огнетушитель, сказать, ребята, вот этот огнетушитель, он, например, порошковый, да вдобавок еще и красный состоит из таких частей. Ну и остальные моменты инструктажа. Но, когда инструктаж закончил, и я закончил свое выступление, я могу пригласить к этому столу своих слушателей, некоторых, хоть всех, дабы они мне имитационно показали, как они им будут пользоваться. То есть, они берут в руки и начинают уже мне рассказывать, что вот есть, допустим, пломба, я ее сорву, вот тут есть ЧК, я ее вытащу, возьму шланг в руку, направлю на очаг пожара и нажму пистолет. То есть, фактически он целостность огнетушителя не нарушает никакую. То есть, тренировка, как я сказал, имитационная. Он мне показал, я увидел, что он понял. Такая тренировка проводится абсолютно бесплатно, быстро, охват хоть 100% персонала. Тут вообще никаких проблем нет. Потом, как понять, во время инструктажа люди ознакомлются с планом эвакуации, и, почитайте, пожалуйста, нормы, мы должны провести отработку плана эвакуации. Как тут условно можно провести? Ну как? Коллеги, наша тоже рекомендация вам. Постарайтесь ничего не делать условно, особенно, когда речь идет о жизни и здоровье наших работников. То есть, чем меньше условностей у нас будет, тем больше вероятность, что наши работники, даже если пожар случится, его переживут, и останутся все живыми и здоровыми. Позвольте я еще добавлю, там просто частичка про полигоны была, на самом деле, если у организации есть желание, а среди наших клиентов есть, ну все-таки, наверное, редкие такие клиенты, которые у нас обучаются реальному, настоящему, практическому применению огнетушителей. Ну и сейчас ни в коем случае не рекламируем технопрогресс, пожалуйста, любые другие организации, где вы найдете, либо своими силами, но я к чему веду разговор? Если у организации есть желание, это уже немало, и возможность провести настоящую, практическую тренировку по применению огнетушителей, это бесценный опыт. Вот порой такая тренировка человеку нужна, ну я бы сказал, может даже раз в жизнь. Вот где действительно что-то горит, он в руки взял огнетушитель, сам привел в действие. Ведь как мы проводили многочисленные тренировки, человек в такой момент, он с одной стороны и боится очень, и в то же время испугаться не успевает, что все, и я этого боялся всю жизнь. То есть это настолько быстро тушение пожара происходит, что смешанное чувство у человека, глаза горят, он хочет, здорово все. Спасибо. Коллеги, такой вопрос. Должно ли указываться в лицензии обучающей организации конкретно направление пожарной безопасности, или достаточно просто наличие лицензии на ведение образовательной деятельности? Сейчас, поскольку мы говорим о программах дополнительного профессионального образования, в лицензии образовательной не указываются конкретные направления. То есть дополнительное профессиональное образование указывается только как вид деятельности образовательной организации, а уже направления ее деятельности, они регулируются программами образовательной организации. То есть если образовательная лицензия есть на дополнительное профессиональное образование, и в организации разработаны программы по профессиональной переподготовке или повышению квалификации специалистов в области пожарной безопасности, тогда вы можете смело обращаться в такую организацию. Опять вопрос уже был похожий. Надо ли обучать руководителей структурных подразделений, ответственных за пожарную безопасность и проводящих инструктажи по двум программам? Ну, давайте сначала на этот вопрос ответим, потом продолжение есть. Да, вопрос такой был, но, видимо, придется повторяться, дабы никого не обидеться. Но в настоящий момент, вот подскажу, вот именно по тому состоянию, которое, наверное, даже не на сегодняшний день, на текущую секунду действует. Пока, к сожалению, вот дабы избегать каких-либо конфликтных ситуаций при проверках со стороны надзора, мы вынуждены, к сожалению, подстраиваться сейчас под пожарный надзор. Не будем его ругать, тут они тоже не виноваты такое время сейчас. Пока, да, обучение, видимо, по двум программам. Программы, на самом деле, они, по своей сути, очень близки процентов на 70-80, но там есть определенные нюансы, детали, поэтому, увы, придется. То есть, в настоящий момент по документам, да, увы, придется. Пока, да, увы, к великому сожалению, но пока вот так. Надеюсь, что скоро все это определится, будет лаконично, ясно, понятно, и мы все выдохнем. Сотрудники охранных предприятий обучались ПТМ. Надо ли им теперь проходить какое-либо обучение и по какой программе? Так, насколько я помню, ну, сотрудники охраны сейчас, вот, изменения в инструктажах, кстати, было так, что эти сотрудники охраны должны проходить повторный противопожарный инструктаж раз в полгода. Теперь четко прописано. А что касается, например, программ ДПО, программ ДПО, ну, во-первых, на вскидку, надеюсь, я не запамятовал, вот, прям сидя здесь на стуле, ничего, я не помню, чтобы в программах было сказано, что сотрудники охраны должны проходить обучение по ДПО. То есть, если смотреть, извините, напрямую в норму, то сотрудники охраны не подлежат обучению по программам ДПО. Но, давайте не будем забывать про шестой пункт приложения номер 2 к 806 приказу, где необходимость обучения тех или иных лиц в организации определяет руководитель организации. Добавлю от себя лично, то есть, это не норма, это не закон, это не правило, мое личное мнение. Давайте прямо. Сотрудники охраны – это те лица, на которых при пожаре, как правило, ложится весь груз ответственности за организацию эвакуации и много чего другого. Почему так? Я, когда вот с людьми общаюсь в организациях, спрашиваю, вот вы обнаружили пожар, что будете делать? Ну, как? Я сообщу сотруднику охраны, пусть у него голова болит, что делать дальше? Он тут знает, он местный, он все, и так далее. Я это к тому говорю, что сотрудник охраны – это человек, который знать по пожарной безопасности должен, наверное, все-таки на порядок больше, чем другие сотрудники, потому что сотрудник охраны, пусть и не пожарной охраны, но, тем не менее, все-таки охраны, так? Нередко он имеет доступ к системам пожарной автоматики, всяким к счетам, электрощитам. У него есть какие-то ключи, где он может что-то открыть, закрыть, посмотреть, позвонить. То есть, он организатор. Поэтому, мое личное мнение, сотрудники охраны все-таки должны быть подготовлены на порядок лучше, нежели, так сказать, общая масса работников. Поэтому я бы, вот по мере возможности, конечно, организации, по мере финансовой, наверное, возможности, все-таки сотрудников охраны обучил. Лишний будет. По какой программе? Вот это очень интересный вопрос. Но вот так, навскидку, все, опять же, зависит от объекта, смотря, что сторожит. Можно я чуть-чуть добавлю? Дело все в том, что, когда мы говорим про программы дополнительного профессионального образования, то это должны быть специалисты со средним профессиональным образованием, да? Или высшим профессиональным образованием. Если наши сотрудники охраны такого образования не имеют, то они не смогут пройти программу повышения квалификации. Образовательная организация просто не сможет принять их на обучение по такой программе, потому что, наверное, не открою для вас секрет, что сейчас все сотрудники, все слушатели, которые обучаются по программам дополнительного профессионального образования, информация о них попадает в федеральную информационную систему учета образования. И если у человека нет нужного диплома, ты просто внести его туда, в эту систему, не сможешь. Именно поэтому нужно, наверное, как-то думать об этом. Пока у вас действует пожарно-технический минимум хорошо, но как только он закончится, наверное, какие-то надо принимать решения, возможно, какие-то дополнительные просто обучения проводить не по этим программам, которые представлены, а по каким-то специальным другим дополнительным программам. Потому что есть общеобразовательные программы дополнительного образования взрослых, и мы все, независимо от уровня образования, под действие таких программ попадаем. Но единственное, что мы не получим с вами диплома или удостоверение о повышении квалификации, но мы можем получить другой документ, сертификат, какое-то свидетельство, которое позволит, грубо говоря, организации, которая заключает с нашей охранной организацией договор, понять, что мы все-таки профессионалы, и если пожар случится, правильно среагируем. Ну да, то есть, как Александровна сказала, гнаться, может быть, за приказами МЧС, может быть, смысла нет, дабы какую-то программу ту или иную. Она, наверное, действительно в полном объеме не будет отражать потребности сотрудника охраны. Есть возможность провести индивидуальное обучение и в конце выдать не диплом, а ДПО, а что-то иное. Иной диплом, какой-то сертификат и так далее. Ведь самое главное – это тот уровень информации, который такой сотрудник охраны получит, что позволит ему в перспективе правильно действовать. Это очень важный момент. Вот тут вопрос такой. Кстати, очень много вопросов по информационному письму МЧС, но они такие очень объемные и большие. Коллеги, их не очень удобно озвучивать. Если бы мы могли выводить их на экран, тогда, конечно, мы могли бы на них ответить. Я предлагаю сделать так. Мы вот эти большие вопросы по письму МЧС оставим и ответим вам после прямого эфира. Подготовим ответ, ответим письменно. Для того, чтобы и вам было удобно воспринимать информацию, другим слушателям было понятно и не скучно. Как определить периодичность обучения? Для этого издать приказ по предприятию – этого будет достаточно для надзорных органов? Ну, в принципе, будет достаточно. Я бы все-таки говорил не про приказ, а про порядок. А приказ или распоряжение, или какой-то иной документ, порядок, который просто утверждает руководитель. Ну, это вопрос уже такого дела производства, может быть, какая-то юридическая составляющая. И к пожарной безопасности она имеет весьма косвенное отношение. Поэтому тут внутри организации можно сделать как угодно. Тут уже какой-то появляется момент для маневра. Но самое главное – внутри этих документов определить вот эту периодичность. Какую? Да решайте сами. Как вы считаете нужным, как вы считаете необходимым. Как вы видите, так оно и будет. Но периодичность должна быть отражена. Раз в 6 лет, поверьте, это не в нашей стране. Мы пока к этому не готовы. Это я точно говорю. Ну, действительно, у нас в законодательстве очень часто меняется. Вопрос к Анне Валерьевне. Законно ли проведение дистанционного, дистанционное проведение инструктажей по пожарной безопасности? Безусловно, проведение инструктажей в дистанционном формате, на дистанционной платформе, конечно же, разрешено законом. Единственный момент, если вы приобретаете доступ к определенной платформе, не обязательно это курсон, та или иная другая цифровая платформа, обязательно должна быть отображена во внутренних нормативных локальных документах. Обязательно в документе об организации обучения должно быть указано, что вы используете ту или иную платформу и осуществляете обучение и проведение инструктажей через данную платформу. А информация о проверке знаний тоже должна быть указана? Информация о проверке знаний, да, конечно, безусловно, тоже должна быть указана. Хорошо, спасибо. Должна ли обучающая организация согласовывать программу с пожарным надзором или другими ведомствами? Или это внутреннее дело обучающей организации, имеющей лицензию? Ну, как мной было отмечено раньше, согласно требованиям современных документов, ничего разрабатывать, в смысле разрабатывать нужно, и все разработано. Есть, кстати, вообще типовые программы в 596 приказе. Самое главное, что теперь вроде бы хорошо и проще, ничего согласовывать в территориальных органах госпоженодзора теперь не нужно. Не нужно. Абсолютно нет никакой необходимости. Еще такой вопрос, на самом деле, интересный. В новом приказе и комментариях МЧС нет четкой информации о необходимости повышения квалификации или переподготовки работников, уже имеющих высшее пожарное образование. То есть высшее пожарное образование. Как вы считаете, все-таки применимы ли эти требования в части повышения квалификации или переподготовки к работникам организации с высшим пожарным образованием? Или для данной категории лиц ни повышение квалификации, ни профпереподготовка не требуется? Ну, смотрите, тут опять же все совсем непросто. Дело в том, что вот если специалист с высшим пожарным образованием работает по специальности, то есть он в теме, проще говоря, я считаю, что какое-то дополнительное образование по переподготовке, там, повышение квалификации, я смысла в этом не вижу. А в норме действительно не сказано ничего на эту тему конкретно. Если когда-то этот работник, там, 30 лет назад, да хоть 5 лет назад даже, то есть буквально недавно закончил, допустим, вуз пожарно-технического профиля, а сегодня он, извините, торгует носками в переходе, ну, я так образно говорю, то есть пожарной безопасностью он не занимается, и никаких современных сведений, компетенций современных у него нет, тут нетрудно понять, что такой человек все-таки подлежит обучению по программам ДПО. Вопрос только по какой программе, это уже будет решать руководитель организации. Ну, я думаю, вот таким образом нужно сделать. Как вариант, внутри организации, если руководителю сложно определиться, во-первых, он может обратиться в учебный центр за какой-то консультацией, либо провести какой-то входной контроль, дабы понимать, насколько человек компетентен в вопросах таких. Ну, вот я думаю, так. Если руководитель определяет периодичность обучения сам, то это должно быть оговорено в приказе по организации? Однозначно, без вариантов, должно быть. Ранее, после прохождения ПТМ, выдавалось удостоверение. Сейчас имеется ли требование по выдаче удостоверений? Коллеги, наверное, я отвечу на этот вопрос. Выдавалась удостоверение такая всем известная корочка. Дело все в том, что по результату повышения квалификации или профессиональной переподготовки законодательством утверждены формы документов, точнее, рекомендованные формы документов по профессиональной переподготовке выдается диплом о профессиональной переподготовке. То есть это фактически как второе высшее образование, но только в ограниченной часами. По результату повышения квалификации выдается удостоверение о повышении квалификации. Программы повышения квалификации должны быть не менее чем 16 часов. Еще тоже вопрос, наверное, ко мне есть один. В приказе указано среднее профессиональное, а не среднее специальное. Так как все-таки? Коллеги, сейчас в современной нормативной базе нет термина среднее специальное образование. Есть высшее профессиональное образование и среднее профессиональное образование. А вот в законе об образовании там есть один раздел, где написано, что считается средним профессиональным образованием и что считается высшим профессиональным образованием. Вот это среднее специальное образование, о котором вы говорите, оно в настоящий момент называется средним профессиональным образованием. Было начальное профессиональное образование и среднее специальное образование, среднее профессиональное образование. Вот они сейчас все называются средним профессиональным образованием. Так, одну секундочку. Про удостоверение мы поговорили. Наверное, вопрос Кане Валерьевне. Подскажите, пожалуйста, есть ли другие цифровые продукты, кроме курсона, и где их можно посмотреть? Как я уже сказала ранее в своем выступлении, ведущий учебный центр «Технопрогресс» совместно с Курсоном разработали и другие цифровые решения. С ними можно ознакомиться либо у персонального менеджера, либо на сайте Курсона. Если вкратце, то это цифровые решения по охране труда, по электробезопасности, по промышленной безопасности и по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Рекомендую всем узнать подробнее, записаться на подробную презентацию платформы Курсон, ознакомиться с каждым цифровым решением лично, потому что это действительно удобно. И в очередной раз доказывать, что обучение – это не просто нужно, это еще и просто. Хорошо, спасибо за такой лаконичный ответ. Какие изменения в законодательстве в области пожарной безопасности будут являться критичными для переобучения по дополнительным программам? Это, видимо, вопрос к срокам. Что для руководителя посчитать критичным, что нужно заново отправлять своих работников на повышение квалификации? Так как могут внести изменения в одну статью правил противопожарного режима, я думаю, что это не будет являться основанием для переобучения по доп. программам по пожарной безопасности. Ну да, безусловно, если у нас в какой-то локальной норме, даже в правилах противопожарного режима, напомню, этот документ применяется всегда пожарным надзором при проверках. Действительно, если там какие-то незначительные, на ваш взгляд, внесены изменения, то, наверное, отправлять работников на дополнительное обучение или на переподготовку, то, наверное, никакой необходимости нет. Когда необходимость? Вот сейчас этого не сказано, но в 645 приказе, кстати, четко было все красиво расписано, и давайте все-таки, наверное, будем опираться. Когда нужно будет дополнительно обучить работников по ДПО, ну или раньше по ПТМ было, когда действительно появились какие-то существенные изменения в требованиях нормативных документов, если где-то на объекте произошел пожар, то есть это все показало, что имеющихся знаний курсу ПТМ, ну а теперь будем говорить про ДПО, все-таки оказалось недостаточно, либо при проверке остаточных знаний, ведь раньше уровень знаний по ПТМ проверяла целая комиссия. Если это учебный центр, то она создавалась в учебном центре, если ПТМ изучался внутри организации без отрыва от производства, то согласно внутренних документов распорядительных комиссия создавалась внутри самой организации. Если эта комиссия удостоверялась в том, что знаний по результатам обучения у человека мало, недостаточно, может быть нет вообще, нетрудно понять, что такого работника отправляли на обучение заново. Поэтому давайте все-таки, наверное, возьмем, не будем совсем полностью отказываться от положения 645 приказа, и вот в этом направлении, по этому вопросу разумно опираться именно на отмененные требования. Если работники, ну, скажем так, ничего не знают, руководитель спросил у них, а они не разбираются, как-то так все сквозь пальцы, наверное, все-таки это будет являться основанием для дополнительного обучения по программам ДПУ. Еще раз напомню, часто обучать, наверное, не стоит. Что такое часто? Это все сугубо индивидуально. Но и редко, раз 6 лет, по-моему, это совсем недопустимо. Вот раз 3 года, ну, мне кажется, это более-менее приемлемая величина. Ну, вы знаете, на самом деле, сейчас есть очень любопытная система обучения медиков. Вы же знаете, что они должны обучаться каждый год, и это сейчас даже в автоматизированной системе Минздрава фиксируется. Они за каждое свое обучение получают какое-то количество баллов, каких часов, да, и у них оно должно накапливаться и за определенный период критического значения достигать. То есть они учатся постоянно и беспрерывно. То есть, на мой взгляд, что люди, которые занимаются этой деятельностью профессионально, отвечают за эту пожарную безопасность у себя на предприятии, они должны обучаться профессионально и беспрерывно. И я думаю, что в какой-то момент придет Министерство тоже к этой идее, что можно не просто целиком программами, да, за один раз и на 100 лет, да, а можно будет действительно дискретно, небольшими модулями, эта тема, другая тема. И тогда у тебя постоянно голова работает, ты постоянно об этом помнишь. И свои знания обновляешь. То есть ты же мог знать, но забыть. Ну, так и бывает, конечно. Да, когда ты не используешь это каждый день. Ты пишешь бумажки и пишешь бумажки, пишешь бумажки и пишешь. Так можно, понимаете, всю жизнь, да, провести за этими бумажками. Много очень вопросов про практическую часть инструктажей. Инструктаж делится на две части, теоретическая и практическая. Как организовать практическую часть? Что должно быть в ней обязательным? Как на практике это организовать для офисной компании, в том числе при численности менее 50 человек? Каким образом следует фиксировать практическую часть целевого инструктажа, если он не фиксируется в журнале? Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки знаний и умений по результатам противопожарного инструктажа, могут ли допускаться к профессиональной деятельности? Если работник пришел на первичный инструктаж или вводный, и ничего не знает, как его к работе не допускать. Вот очень много именно про инструктажи вопросов. Так, можно отвечать? Да. Так, ну, почему-то традиционно уже начну сзаду наперед. По поводу недопуска работника, работника незнайки к самостоятельной работе. Да, в 806 приказе четко сказано, что любой инструктаж должен заканчиваться проверкой уровня полученных знаний. И я добавлю, что все то же самое было в отмененном 645 приказе. Но в 806 приказе теперь появилась одна очень интересная фраза. Лицо, которое во время проверки уровня знаний показало неудовлетворительный результат такой проверки, то есть человек получил двойку, будем так говорить, к самостоятельной работе он не допускается. Решение такое принимает руководитель, либо лицо, которое проводило инструктаж, либо проверку знаний. Это, кстати, все тоже нужно прописать в порядке по организации. Так вот, допускать фактически или нет, решать вы будете точно сами у себя в организации, но норма четко говорит, что допускать его к самостоятельной работе нельзя. А если вы допустили, вы несете персональную ответственность за допуск такого работника. Если прочитали инструктаж, проверили уровень знаний, ну, допустим, какая-то анкета, да, вот я всегда рекомендую, разработайте простейшую анкету, где будет, допустим, 5 вопросов. Анкета типа тест, тест, то есть ключевая часть анкеты это тест. Буквально 5 вопросов с вариантами ответа. Проходной балл, например, на троечку, то есть из 5 вопросов он должен на 3 правильно ответить, 2 так и быть, да, ну, планку эту сами определите. Если человек по 5-балльной шкале получил хотя бы троечку, ну, тогда вы его допускаете к работе, он идет работать. Самое главное, анкета, подписанная всеми участниками процесса, и лицом, который проверял уровень знаний, и лицом, который проходил эту проверку уровня знаний. Если человек действительно по объективным причинам набрал 2 балла, то есть он двойку получил, он не прошел, на повторное обучение. Читайте инструктаж второй раз, третий. Как вариант, если второй раз читать инструктаж человеку неудобно, нет времени, ну, давайте честно, ведь человек может, ну, вот есть такие люди, которые, ну, допустим, издеваются над руководителем. То есть он все знает, даже лучше руководителя, который читал инструктаж, ты, да, я вот сделаю тебе назло. Пожалуйста, дайте ему изучение этой инструкции в виде, так сказать, заочной подготовки. Дайте ему копию инструкции. Дружок, вот тебе инструкция, придешь через 2 дня, пересдашь эту анкету. То есть, вот, в смысле, тест пройдешь заново. Все, не надо на нее тратить вообще ни секунды. Пусть он идет, изучает эту инструкцию. Приходит, пересдает проверку уровня знаний, сдал. Пожалуйста, на работу не сдал. Пожалуйста, вплоть до каких-то взысканий внутри организации, там, замечания, выговоры, увольнения с работы. Это все, опять же, должно быть прописано в порядке обучения внутри организации. Это правовое поле, да, для руководителя, дабы принимать какие-то меры дисциплинарного воздействия. Так, вопросы у нас еще были по поводу фиксации практики. Напоминаю, что вот в 806 приказе, опять же, есть рекомендуемая форма журнала учета инструктажей. И глобальным образом она отличается от предыдущих форм тем, что две части. Это фиксируется теоретическая часть и отдельно практическая. Я вот как-то немножко не пойму. Если вы прочитали теорию, собрали подписи и провели практическое занятие, ну, действительно, провели, как, это вот вопрос тоже такой сугубо отдельный. Что мешает, что затрудняет, снова собрать все подписи. Как фиксировать, если вы не собрали подписи, вообще не понимаю, в чем сложность, значит, ну, фото, видеофиксация, в конце концов. Тут еще даже вот в подписи вещь важная, на самом деле, но ведь если действительно занятие проведено, и не дай бог в организации произошло что-то непоправимое, ну, там пожар даже вот с травмами, гибелью людей, ну, извините, придут следственные органы, они просто затаскают на допросы всех. Но работники подтвердят, по крайней мере, многие работники точно подтвердят, что руководитель ответственный, грамотный, занятия проводил, ну, например, подписи забыл собрать или не успел. Ну, такое может быть. Поэтому на самом деле все решаемое, но еще раз напоминаю, в нормах не сказано, как проводить практику. Можно, по большому счету, прикрыть какие-то вопросы даже имитационно. Вот я совсем не понимаю, в чем сложность провести, например, какую-то учебную тренировку по эвакуации. Это что, долго? Это дорого, может быть. В чем проблема? Чем эта тренировка плоха? Ничем. Отдельные какие-то эпизоды тренировки – это переноска пострадавших. Кстати, сейчас вот программа первичного инструктажа, вообще очень интересная программа. Вот раньше мы всегда обучали людей транспортировать пострадавших при пожаре, потому что все в огне, в дыму. Я всегда говорил, ребята, при пожаре никого откачивать на пожаре не надо, вы иначе ляжете там сами. Надо научиться быстро, правильно человека вынести в безопасную зону. И потом мы рассказывали, как. Теперь норма требует первая помощь при ожогах. Дело в том, что 80% людей на пожарах погибает от отравления, продуктами горения от отравления. Норма говорит, нет, отравления не надо, транспортировка не надо, вот давайте ожоги. Ну, никакая не критика. Я про то, что здравый смысл должен преобладать. Все-таки норма – это норма, это прекрасно, все здорово, это некий ориентир, но, тем не менее, здравый смысл никто не отменял. Я всегда предлагаю придерживаться именно его. Поэтому ничего сложного лично я в практических занятиях не вижу. Многие практические занятия делаются бесплатно и весьма быстро. Напомню еще раз, если у организации есть желание и финансовая возможность, я думаю, что есть куча организаций, включая технопрогресс, кстати, которые абсолютно этот интерес удовлетворит по полной программе. И, насколько я помню, наши практические занятия, которых мы провели весьма немало, ну, вроде бы все довольны. По крайней мере, плохих отзывов я не знаю. Коллеги, у нас осталось еще 60 неотвеченных вопросов, но, к сожалению, организаторы говорят, что нам пора закругляться. Мы и так превысили лимит на полчаса. Поэтому у меня есть предложение. Я вот сейчас его озвучу. Анна Валерьевна, могу я вас попросить? У всех, кто задает вопросы, у всех оставлен адрес электронной почты. Могут ли ваши эксперты подготовить ответы на вопросы и направить коллегам? Потому что очень много узкоспециализированных вопросов, например, в порту, на сухом хранении, ставится суда. Им надо провести сварочные работы, нужно ли проверить документы и так далее. У техорганизаций. Нужно. Вот. Соответственно, можно ли выдавать документы по результатам противопожарных инструктажей? Потому что раньше наш специалист приходил на объект с корочкой, да, пожарно-технического минимума. А сейчас он приходит, инструктаж у него, информация о том, что он прошел инструктаж, она осталась в журнале, а на объекте он фактически показать ничего не может. То есть нужно ли, можно ли выдавать такие документы? То есть их на самом деле очень много. Могу я вас попросить? Да, само собой, конечно. Мы ответим на каждый вопрос и пришлем письменный ответ на каждую электронную почту. Уважаемые участники, наша онлайн-дискуссия подошла к концу. Спасибо огромное нашим спикерам Александру Владимировичу Смагину и Анне Валерьевне Запорожец за столь полезную и ценную информацию, которая, я уверена, пригодится всем участникам в профессиональной деятельности. Уважаемые участники, я благодарю вас за внимание, насыщенное обсуждение и плодотворную работу. Напоминаю, что для получения доступа к записи сегодняшнего мероприятия, презентации, сертификата участника, вам необходимо быть зарегистрированным на платформе Курсон. А мы с вами прощаемся. Следите за нашими анонсами. Увидимся при обсуждении новой актуальной темы. Благодарим за внимание. Ссылка для просмотра полной версии дискуссии находится ниже в описании к видеоролику. Приглашаем к участию в наших бесплатных онлайн-мероприятиях. Анонсы вы найдете на сайтах Ассоциации «Безопасность и качество» и «Технопрогресс». Присоединяйтесь. Редактор субтитров А.Семкин